Музыка Представь себе, что весь мир это одна большая деревня, в которой живет 100 человек. Но пропорции сохранены по национальности, по доходу на душу населения, вот давайте посмотрим, а кто же живет в нашей деревне, в которой 100 человек. Вот данные таковы. Значит, в деревушке жило бы 57 азиатов, 21 европеец, 14 представителей Северной и Центральной и Южной Америки и 8 африканцев. 70 из 100 были бы цветными, то есть не белыми. 50% всех богатств оказались бы в руках 6 человек, и все они были бы гражданами США. 70 человек не умели бы читать, 50 страдали от недоедания, а 80 человек жили бы в жилищах не приспособлены для проживания. И только один человек имел бы университетское образование. Ну, наверное, это бы не веселая деревня, правда? Я обычно своим студентам задаю такой вопрос. Мы, нам так говорят, находимся в рыночной экономике. Ну, у этой рыночной экономики есть другие синонимы. Там капитализм, там конкурентная система, конкурентное предпринимательство. Масса всяких слов, но на самом деле все прекрасно понимаем, о чем идет речь. Я задаю вопрос. Ребят, а какой самый ценный ресурс в этой так называемой рыночной экономике? Ну, начинают там гадать. Деньги, земля, золото, нефть. Я говорю, нет, самый ценный ресурс – это дурак. Дурак, понимаете? А поскольку от природы людей с умственными отклонениями не так много рождается, то ростовщики организовали конвейерное производство дураков. Я ребятам по секрету говорю, ребят, имейте ввиду, вы на конвейере. Я вас предупредил. Хмель придает напитку специфический горьковатый припус. А еще содержит фитоэстрогены – растительный аналог гормона эстрогена. Эстроген – женский половой гормон. В сутки в организме здоровой женщины вырабатывается примерно 0,3 миллиграмма эстрогена. Половина крупинки сахара. Но этого количества вполне достаточно, чтобы женщина оставалась женщиной. Содержание фитоэстрогенов в одном литре пива в сто раз больше – до 36 миллиграммов. От переизбытка этого гормона у женщины начинаются тяжелые эндокринные нарушения. Чем раньше девушка приобщается к пиву, тем меньше у нее шансов родить ребенка. Пиво, по мнению ученых, одна из причин бесплодия. У мужчин пивной фитоэстроген подавляет выработку тестостерона. Начинают доминировать женские гормоны. У любителя пива со временем растет живот. Набухают грудные железы. По женскому типу на бедрах и талии откладывается жир. Мышечная масса резко снижается. С виду пока мужчина, а биологически уже наполовину женщина. У него пропадает мужество в характере. Он все боится, опасается. У него пропадает интерес к женщинам. 15-17 лет попил пиво. Обеспечена им потенция. Представляете, рождается гений. И ему дается шанс его космического происхождения. Шанс в виде музыки Баха. В виде трагедии и комедии Шекспира. Шанс в виде божественной комедии Данте, которую большинство людей никогда не прочтут и никогда не узнают. Шанс в виде баховских фуг, которые раскрывают тайны космоса, слоеного пирога, многомерности созидания и так далее. Но большинство людей даже не понимают, что такое фуга. Или если услышат что-то подобное, начнут над этим смеяться. Почему? Потому что система не позволит им выйти за пределы их возможностей. За пределы их такого примитивного существования. Я задаю вопрос, зачем вы работаете? Да понятно же зачем. Для того, чтобы заработать деньги. А зачем вы зарабатываете деньги? Ну конечно, для того, чтобы собрать еще больше сил и еще больше работать. Когда вы заработаете деньги, вы опять купите пищу. Потом кровать для того, чтобы выспаться и лучше работать. То есть все попадает в этот порочный круг. И забывается главное. Смысл человеческого существования. Та духовность, та подлинность, ради которой существует человек. Понятие бессмертия. Вот этот космос, Господь, как хотите называйте. Мы все время разными именами называем одно и то же. Гигантскую матрицу. Творческое, духовное, энергетическое предназначение человека. От которого человек перекрыт системами, социальностью, потребностью питаться. Гигантской масс-медийной системой. И вот получается совершенно жуткая вещь. Для того, чтобы раскрыть все вот эти тайны, мы рожденные гениальными. Попадаем в мир. Нам в мире говорят простейшие вещи. Вот это так. Не принимай. Принимай на веру. Не пытайся спорить. Не пересматривай их. И начинается гриматья. Вы обращали когда-нибудь внимание на тот факт, что лекарств производится все больше, а здоровье у человека становится все меньше? Не потому ли, что на Руси лекарей и целителей подменили врачами, а знахарей и ведунов – фармакологами? Наши пращуры были под 3 метра ростом, дышали здоровьем, ясно видели и не знали про УЗИ. У нас в языке до сих пор присутствует устойчивая связка – если богатырь, то русский. А все потому, что на Руси всегда много пили. Особенно водку. Только водками наши прадеды называли настойные на чистой родниковой воде травяные сборы. Алкоголь русичи не пили никогда ни в каком виде. Это Петр Первый стал развращать народ и насаждать заморские гадости. Миф о вечно пьяной Руси выдуман такими же паразитами, что коварно воспользовались природной чистотой американских индейцев и извели их огненной водой. Субтитры создавал DimaTorzok «Кто из нас прорвется и займет немецкие позиции, мы обеспечим соседям наступление. А потом в прорыв пойдут танки. И пусть мы ляжем там. Но хоть сколько-то отобьем у врага, хоть сколько-то отобьем! И власть здесь ни при чем, какая бы она ни была, есть или будет. Земля наша должна быть нашей! Чтобы внуки ходили по нашей земле! И пусть мои кости сгниют к тому времени! Я на это согласен! И вы, если вы не дешевки, которым только шкура своя дорога, вы пойдете со мной». Никто не обладает божественной нравственностью. Но стремиться к этому как идеал должен быть. Есть идеал, есть движение. Идеал может быть положительный, идеал может быть отрицательный. В советское кино тем и сильно было. Важно не с какими идеями ты входил, важно с какими ты выходил из кинотеатра. И при всех отрицательных моментах, моментах, которые были, конечно, в идеологии Советского Союза, вот это был положительный момент. Да, таких симпатичных колхозников, как кубанских казаков, возможно и не было. Но если в кино это показали, миллионы людей, которые посмотрели, которые живут на много более тяжелых условиях, появляется стремление стать таким, построить такую жизнь. Запускается энергия. Пошел процесс динамического программирования. Как только цели выставлены, определены, запускается процесс динамического программирования. Древнее египетское жречество имело об этом представление. Пока цели не определены, все идет как сама собой, как ступа с Бабой Его. И в это время ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Ой, ребята, все не так, все не так, ребята. Вот на что работал наш великий, почитаемый элит и всей Высоцкий. И всеми Высоцким. А не должно быть целью. А зачем? Отсутствие цели – это уже цель. Но цель ингилизма и разрушения. Состоялось совещание правительства Америки вместе с банкирами. Разговоры, которые там были зафиксированы, они есть в книгах. И там приводится такой факт. Молодой банкир Бернард Барух, обращаясь к Моргану, говорит следующее слово. Вот тут в газетах пишут о каком-то Тесле, который хочет продавать практически бесплатное электричество. Если дело так пойдет, мы решимся монополию. Ну и после этого было принято решение о запрещении технологий Тесла. Патенты Тесла стали изыматься из библиотек, а его имя исчезло из печати. Банкиры, не мешкая, тут же постановили не принимать на рассмотрение никакие изобретения вечных двигателей. На деньги Ротшильда и Рокфеллера при академиях разных стран были созданы комиссии по лже науке, которые до сих пор препятствуют разработкам и внедрению бестопливных технологий. У нас главный предмет – история. Не физика, не химия, не математика, не биология – история. Почему история? Потому что в истории заложены ответы на все интересующие нас вопросы. Поэтому хотите понять, как же дальше учить историю, потому что ваш народ уже проходил все. У нас главный инструмент в познании – это совесть. Вот мы, когда работаем над какими-то событиями, будь то события Великой Отечественной войны или похода Александра Македонского, мы пытаемся найти смысл всего этого происходящего события, увязать его со всем происходящим на всем земном шаре одновременно, и по совести смотрим. Если вот на душе ложиться, на душе хорошо, наше вот это вот такое, мы считаем, что мы правильно идем. Потому что есть в человеке вот это вот чувство знания, которое позволяет определять верный или неверный. Совесть русского народа – это является краеугольным камнем менталитета. Вот у нас у русских есть пословица, есть, как вот старики говорят, а тебе несовестно? Понимаешь, это обращение к внутреннему сознанию. Вот совесть – это очень серьезный фактор, очень серьезный в работе. И когда вот мои начальники, конструктора, был у меня первым начальником Алексей Иванович Кирьянов, он прошел всю войну, в плену был, пережил много. Да, вот он мне всегда говорил – работайте по совести. Вот тебя начальники староши будут ругать, стращать, подгонять, а ты делай хорошо. Если ты сделаешь быстро, но плохо, то все быстро забудут, что ты сделал быстро, но будут долго и упорно помнить, что ты сделал плохо. Вот это все основано на совести, на сознании. Эта совесть, она сейчас не котируется вроде бы так совсем, по крайней мере, в официальных кругах. Вот потому что сейчас власть ведь у олигархов, кто у нас вот самый главный? Абрамович, Фридман, Авин, Дерипаска, Мельниченко, Рыболовлев. Вот у них же никакой совести нет и не может быть. А вы знаете, как с совестью легче жить всем – тебе и окружающим? Ты со спокойной душой идешь мимо людей, мимо домов, идешь на работу или в гости, к друзьям, идешь в лес – совесть у тебя спокойна. Вот. А если у тебя совести нет, бойся все время, что будут люди знать, что ты бессовестный, и уже ты мимо них так просто спокойно не пройдешь, они тебе руку не подадут, когда ты упадешь. Субтитры создавал DimaTorzok